В Ульяновской области определили победителей регионального конкурса «Территория искусств». Участники предлагали художественно-архитектурное оформление улиц. Авторами одного из четырёх лучших проектов стали студенты Ульяновского строительного колледжа. Арт-скворечники по задумке будущих архитекторов должны преобразить город. Смастерить птичьи домики помогали на отделении деревообработки. Но суть проекта была в цветовом решении. Была такая идея сделать яркое пятно среди зелёной скучной листвы. Или, например, в зимнее время года на фоне серых деревьев, чтобы было яркое пятно. Арт-объект. Многоквартирный дом для птиц. Красили сами скворечники, делали из них яркие какие-то композиции, отходя от абстракции к детальным проработкам. Мы считали, что будет красиво смотреться именно абстракция. Потому что издалека будет видно, и вблизи можно разглядеть, и будет всё понятно. Уже во многих городах присутствует так называемое уличное искусство, которое украшает небольшие территории с помощью простых решений. И цель самого конкурса территории искусств – возможность реализовать себя творческим, инициативным людям как раз в преображении пространства вокруг нас. Первые арт-своречники мы повесили в сквере Победы, в парке Победы. А здесь, по Владимирскому саду, уже остальная часть основная. И я думаю, что жители смогут оценить, как это интересно. И в этом году надеемся, что конкурс будет продолжен. И реализованы все остальные проекты также успешно. Кроме этого проекта победителями стали цветные деревья, информационный заборчик и арт-объект «Панорамные качели». А также два автора создали свои работы для конкретных территорий в Ульяновске и Димитровграде. Там граффити появится на трансформаторных будках во дворах многоквартирных домов. Продолжение следует... Продолжение следует...